Добрый день, дорогая церковь. Хорошо, да, идет все? Вообще замечательно. В принципе, в принципе. Вот этого уже достаточно. Потому что человек должен что-то получить. На собрании. И то, что я чувствую здесь, даже вот, что из Духа идет в атмосферу, кто приняли, уже этого достаточно. Если бы так было каждое собрание, уже было бы замечательно. Слово Божье проповедуется, чтобы ты понимал, как правильно действует духовный мир. Потому что у нас действительно можно уйти в духовное, в шабадство. Поэтому, да, это часть, когда Слово Божье проповедуется. Иногда ты, наоборот, видишь, что люди неправильно подходят к Слову, они его проповедуют формально. Я даже в некоторых церквях мне надо охотку посоветовать. Тогда вообще прекращайте проповедовать. Лучше уж надо постойте больше. Как минимум, ну, те, кто прославляют, если они искренне прославляют, то больше шансов, что что-то придет от Бога через чистое прославление, чем просто потому, что вы проповедуете, потому что положено, чтобы 40 минут было пробовать. Я всегда чувствую, когда человек просто выполняет, так сказать, обязанности. Вот. Поэтому сейчас было что-то, что раздавалось. Кто приняли, приняли веру. Потому что принять можно только веру. Одна и та же информация, если человек не верит, она для него смертельна. Например, больше всего это говорят, например, про причастие, но мы причастники Христа, если мы члены церкви. Вот. Поэтому не только формально, буквально, вот это физическое причастие, но вообще твоя жизнь в церкви, если ты не веришь, она тебя отравляет, тебя в первую очередь. Поэтому принимается все веру. Вот этот вот сановник, он яркий свидетель, потому что немногие как думают, что Елисей. Елисей его не проклинал. Елисей видел Божью реальность, в которой будет так, как будет. Для тех, кто не верит, им недоступна эта реальность. Так как человек был неверующий, он не мог дальше идти. Почему? Мы забываем, что это евреи, а они дети обетования по врождению. То есть он рождается Божьим народом, а ты через веру рождаешься Божьим народом. Вот. И поэтому он уже со своим уровнем неверия вышел из Божьего народа и пророк увидел, что он умирает. Вот. Он его не проклинал, не подумайте. Он просто констатировал факт. Сначала он увидел духовную реальность в том, что будет. Потом увидел, что так как человек в неверии не входит туда, что ему все, уже нет места не только в этой новой реальности, но вообще в физическом мире. И он умирал. Поэтому мы верой можем прикоснуться к реальности Бога, потому что в евреях без спорок, Павел написал, не Павел написал, там написано, что вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть ты по-прежнему и в Новом Завете ты прикасаешься к реальности Бога. Ты ее видишь, ты получаешь это. И через тебя или вокруг тебя она осуществляется. Поэтому не просто уверенность и невидимость, невидимость, но осуществление ожидаемого. Вот. И так видно людей веры. Поэтому Иисус очень часто во всех своих притчах, вот даже вот про этих дев, про которые говорил Максим, он употреблял слово, которое вот при всей своей неблагозвучности, синодальный перевод переводит торгующие, там стоит слово, которое обозначает барыги, торгаши, менялы. Но кого ты представляешь, когда слышишь эти слова, особенно те, кто жили в 90-е? Это люди, которые крутятся, люди, которые вертятся, они не могут остановиться, понимаете, они берут здесь, продают туда, что-то изобретают, вот такие люди нужны Богу. Это и есть шестеренки Божьего Царства, люди веры. Иисус, вот этот простой, понятный пример, потому что сейчас много таких людей не видишь, они сидят в слишком высоких кабинетах, чтобы даже тебе кто-то показал по телевизору, насколько у них это все двигается. Тогда все было больше на местности, площади рыночные везде, на каждый везде в городе площадь, чтобы караваны могли хотя бы элементарно разойтись, разместиться, тут же идет торговля. Люди понимали именно какие качества Иисус Он приводит в пример. И вот у Христа был момент в жизни, когда Он не изобретал притчу, не рассказывал вот эту вот аллегорию. Это место находится, Лука описал седьмая глава. Это же место описывается у Матфея в восьмой главе. Это один и тот же случай, почему оба описаны после Нагорной проповеди. Более того, предыдущие главы у Матфея и у Луки заканчиваются, что он сказал притчу, которую завершил Нагорную проповедь о строительстве дома на двух основаниях по-прежнему мы находимся вот в этом вот ключе правильном и неправильном понимании и практиковании веры. Единственное, что Матфей как очевидец он описал прокаженного, которого исцелил Христос, а учитывая, что на Нагорной проповеди тысячи были людей, то это мог видеть только очевидец, человек, который шел в двух шагах от Христа. Но у Луки другая разница. Вы первый раз слушаете, вы знаете к моей манере, что он сначала нарисовал картинку. У Луки другая разница. Лука, скорее всего, пока Павел сидел в тюрьме, если ты конец деяния читаешь, он там жил около двух лет в этой местности, он, скорее всего, просто допросил всех, до кого смог добраться. Он историк, очень качественный, во всех подробностях все описывает. Поэтому, например, эту же историю с сотником Лука описал чуть-чуть по-другому. Матфей описывает как очевидец, у него все идет от первого лица, что сотник всегда сам подходит к Христу, все. Здесь, давайте я прочитаю, седьмая глава, Луки. Когда он окончил все слова своих слушавшему народу, то вошел в Капернаум. Одного сотника, слуга которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, что он послал к нему иудейских старейших просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей и сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово и выздороветь слуга мой. Ибо я и подгласный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому приди, и приходит. На слуге моему возвратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшего. Вот если ты будешь читать с Матфеем, то ты, конечно же, обнаружишь, что история чуть-чуть не похожа. Но всегда ориентируйся на то, что Матфея очевидец и он видит лично, видит все, что было на расстоянии руки от него, но не больно. Лука пишет десятилетия спустя и общается с по-прежнему живыми свидетелями. Я тебе скажу, если на твоих глазах произошли такие чудеса, ты бы тоже не забыл до конца жизни. Поэтому не думайте, что люди, которые писали значительно позже, они могут запамятовать. Они могут это изложить более, так сказать, простым уже языком, без тех эмоций, которые были в том случае. Знаете, что на жарбоне профессионалов Евангелие от Луки называют еще монотонное Евангелие. Считается, что Лука написал, ой, Лука, Иоанн написал лет через 50-60 после событий. У него даже его речь и прямая речь Христа редко отличаются по эмоциям. Он пишет все как дела давно минувшие дни. Но он пишет настолько глубоко и духовно, что никто даже не сомневается, что он все это видел. Вот. И здесь Лука пишет спустя годы со слов очевидцев не сам, но это добавляет, так сказать, веса этим словам. Почему? Он пишет те подробности, которые нет у Матфея. И поэтому, когда вот это исследует, вот эти видимые, мнимые противоречия в тексте, любой квалифицированный юрист, не христианин, просто юрист, он тебе сразу скажет, что поймите, разница свидетельских показаний всегда говорит о том, что они видели одно и то же. Потому что нельзя видеть одно и то же и описать слово в слово. Говорит, это больше всего свидетельствует о сговоре. Если вдруг люди говорят слово в слово одно и то же, они сговорились. Но не может человек один видеть лично, другой писать через 20 лет и писать об одном и том же слово в слово. Так не бывает. Вот. И поэтому именно вот в этих нюансах, Матфея не будем читать или пока, или вообще, но видна вот суть того, что происходило. И вот поймите, что к Христу идет целая группа людей. Сотник точно на, не просто на хорошем счету. Вы поймите, что сотник римской армии, а из истории известно, что Иудею контролировали несколько легионов. Они не все стояли в ней, но у них был четкий приказ, если что, разбираться с этой мятежной провинцией. Контролировали всегда войска из Сирии и из Рима. Поэтому в некоторых местах даже видна эта разница, написано, например, уточнение. Сотник полка италийского. Почему? Потому что там были и не италийские полки. Иерусалим, город тесный, в него умудрились рядом с храмом воткнуть крепость, легион там никогда не помещался, даже в теории. Туда полки приходили по очереди. Поэтому есть такая подробность. Сотник полка италийского. Это значит, что из легиона, который набирался в Италии, пришли войска и с ними сотник. Поэтому сотник фигура значимая. Во всей армии это невысокое звание, но на данном месте это очень высокое звание, это, как правило, командующая оккупационного гарнизона. В нашей стране более чем понятно. Уже прошло 70 лет, но я тебе сейчас скажу, что оберфюрер СС или группенфюрер СС у тебя сразу возникает стереотип. Это то же самое. Не немецкая армия, немецкая армия брезговала, кого врать, местное население. Они считали, что вермахт не должен это делать, но СС повторить попыталась всего лишь порядки в римской армии. У них приветствие даже одно и то же было. Поэтому, вот представь себе вот все свои фильмы, на которых ты вырос, где показывают вот этих вот офицеров, и вдруг представьте, я даже не знаю, как он в армии вообще служил с таким, так сказать, свидетельством. Он уважает местную религию и более того, он строит религиозные объекты. Поймите, элементарно эти старейшины это скорее всего люди, которым он конкретно эту синагогу и построил. евреи из-за субботнего пути всегда селились вокруг синагога, либо в поселении где-то в центре, чтобы всем было одинаково удобно, строили синагогу. Представьте, поселение бедное, нету денег. И вдруг находится спонсор, причем кто? Офицер оккупационной армии. Вот вы представьте, как до него дошло, какое у него было откровение, и он же из победоносной армии. Он из страны, которая захватила весь мир. А римские, как бы сказать, люди его круга, римские знатные граждане, у них была такая шутка-издевка. Понятно, они не мыслили так примитивно, но над евреями они издевались, у них была одна и та же шутка, что у нас много богов и много земель. У вас один бог и такая маленькая земля и к тому же оккупированная. Понятно, что они были гораздо умнее, но это была больше издевка. Поэтому человек, который по факту своего положения, он руководитель отряда оккупации целой территории, ему все подчинено, включая жизни и смерти людей. И вдруг, понимаете, до этого человека дошла весть, даже в том объеме, в котором он ее слышал. Он проникся вот этой вот культурой, можно сказать, окружением, и он что-то увидел в Боге Израильевском. Это очень важно понимать, почему я так уверенно об этом говорю, потому что весь народ Израиля ждал Мессию. Но как написано, вот Макс цитировал эти слова, где дал власть предыдущие стихи, пришел к своим, а свои не приняли. Иисус пока, поскольку в Матфеи и в Луке это начало, Он из неизвестности переходит в популярность. Еще пока на Него нет гонений. Еще появился, потому что дальше же вот в Матфеи исцеление прокаженного, зато в Луке воскрешение сына вдовы из Наина. То есть Он пока человек с точки зрения окружающих, который совершает чудеса, которые совершали или же даже не дотягивались, не совершали только великие пророки Израиля. И поймите тоже ситуацию народа израильского. Вот последние книги Ветхого Завета прошло 400 лет. Сами евреи понимали, что Бог с ними уже не разговаривал. Представляете, почти полтысячелетия Бог с ними не разговаривал. И вдруг появился человек, который исцеляет прокаженных, воскрешает мертвых, дарует зрение слепым. Понятно, что пока он не вошел в контры с местным руководством, понятно, у него появилась огромная популярность. Вот. И пока свои его не приняли, пока лишь он для кого-то чудотворец, кто-то о нем только один-два раза слышал, кто-то что-то. И вот вы поймите, что вот этот человек увидел в нем Мессию. И увидел Мессию еще, причем, в правильном ключе. Это не так легко. Почему? Возможно, потому, что он просто был свободен от стереотипов израильского народа. Потому, что, если ты вспомнишь внимательно, кто хотя бы раз-два прочитали Писание Новый Завет, ты вспомнишь, Иисус умер на кресте и воскрес. И деяние начинается, что его ученики, видя его уже воскресшего, говорят, Господи, не все ли время восстанавливаешь ты царство израильское? Они ждали Мессию царя, Мессию политика, Мессию, который будет сверхъестественным, подчинит всех и все, и израильский народ будет царствовать не просто освобожден, от оккупации, а вообще будет в славе царствовать вместе со своим царем. И поэтому они ждали совершенно другого Мессия, чем тот, кто пришел. Просто со своими стереотипами они его и не могли узнать. А вот этот человек, он, как человек военный, понятно, тоже смотрел со своего ракурса, но он увидел что-то очень важное. И никогда нельзя застывать в предыдущих знаниях, в предыдущем откровении. Почему? Это не даст тебе пойти вперед. С нашей точки зрения это был выдающийся прихожанин церкви. Человек, который не просто перешел из язычества, то есть кардинально сменил свою жизнь, это более-менее, чтобы ты понял, ты сейчас узнаешь человека, который изначально вообще ничем и никак на христианина не похож. Вообще в нем с точки зрения христианства ничего похожего нет. И вдруг он кардинальным образом меняется и становится за какое-то время лучшим прихожанином церкви. Более того, когда у него появляется возможность, он еще совершает огромные пожертвования и строит церковное здание. И вот в этом опасность ловушка религиозного мышления. Как, например религиозного мышления евреев тогда, так и нашего сейчас, он потерял вот эту вот, мог потерять вернее эту ориентацию на Бога, потому что смотрите, для окружающих кто он был? Он человек достойный. И он что-то чувствовал, что вот эти люди, они ему чем-то обязаны, они могут ему чем-то ответить, они как минимум готовы ему чем-то помочь. Он же не просто к ним обратился. Он их послал, они пошли, они дали ему такую характеристику, но из-за того, что у него есть правильный взгляд на Мессию, у него происходит откровение. Бог приближается к его жизни, поэтому всегда надо быть чувствительным, когда Бог приближается к твоей жизни, и его посещает откровение. Я не достоин. Это естественное откровение человека в Божьем присутствии, потому что этих случаев ты найдешь сколько угодно. Вся жизнь Павла, когда он трудился так, как нам, дай Бог, 10% так потрудиться, но он пишет, что среди грешников я первый. Петр, который это просто практичный мужик, даже мужлан ловит рыбу, занимается бизнесом, у них с Иоаном вот это вот рыбный бизнес, настолько, что они могут войти к первосвященниям в поместье. Ну, представьте тоже, как бы. И в то же время Иисус совершает рядом с ним чудо, произносит свои слова, и тот тоже бросается на колени и говорит, Господи, выйди, я человек недостойный, поймите, тебе надо быть близко к Богу, хотя бы иногда. Почему? Вот это естественное состояние, оно откроет тебе глаза от иллюзий, в которые, как любой человек, мы способны погружаться. Писание говорит, не мунитесь. И он понимает, я недостоин, не по достоинству, Бог не торгаш не менял, а он не в обмен на пожертвования не приходит. То же самое, что если ничего не нашел, вдруг и не придет. Нет, это религиозное, так сказать, вымысел, мутка, чтобы собирать свои деньги. Не пиши. Почему? Потому что человек, который чувствует Бога и принадлежит Богу, Бог ему может просто сказать, дай на это или сделай это, сделай то. Вот мы сейчас приближаемся к его откровению. Он говорит, не трудись, Господи. Он понимает, что перед ним Христос, Мессия, долгожданный, и тогда ему не надо прийти лично. Он же Сын Бога Всевышнего, Он Бог, Он Творец, Он способен сказать. Понимаете, написано про евреев, евреев и про евреев, не помогло им слово слышим, не растворенное верой слышавшим. Все слышат одно и то же слово. Элементарно, потому что оно из одной и той же книги. Но не помогает слово слышим, не растворенная верой слышавшим. Поэтому ты и я, мы можем только лишь прикоснуться к Божьей реальности, потому что она единственная неизменна. Поэтому Иисус и говорит про Писание, что небо и земля пройдут, а Писание не пройдет. Вот по этой причине. Почему? Оно говорит о Боге и о Божьей реальности, о том, как есть на самом деле, я есть. Так и не выяснили, как правильно написать Яхва и Егова, но глагол Хавах быть и Ехова на иврите это созвучно. Просто написано согласно и только согласно. По согласным это однокремно и слава. Поэтому и сами евреи в Верхнем Завете писали и толковали, как быть, являться. Вот. Интерпретации, как тот, кто дает всему суть. Тот, кто сам не нуждается ни в чем. Они прекрасно сами понимали, еще евреи тысячи лет назад, они понимали, что гораздо глубже, чем просто глагол быть. Как это и столковать? Это же как-то надо понимать, они же были толкователи. Вот. И этот человек, он понимал, он говорит, я и подвластный человек. То есть, он не был большой шишки. С точки зрения окружающего, да, он понимал, в какой он организации, насколько масштабной стране он находится. Он говорит, я и подвластный человек. Но, имея у себя впечатление, говорят, говорю одному, иди, и идет, другому, приди, и приходи, говорю третьему, делай, и делай. Вот это нас приближает к истинной вере, потому что в западном мышлении, в современном причем только, еще пару столетий назад так не было. Вот поверить понимается лишь интеллектуальное согласие с какой-то информацией или с каким-то фактором. Это вообще не так. Не так. Вот этот человек дал определение своей веры, а Иисус подтвердил. Сколько ты не будешь читать все четыре Евангелия всю жизнь, ты всегда будешь видеть одно и то же. Иисус никому не льстил, не угождал и не лицемерил. Поэтому мы читаем, у нас есть планы чтения или привычки, час в день или шесть глав в день, неважно сколько. На такой скорости ты пролистываешь. Здесь стоит один из самых больших восклицательных знаков всего Евангелия. Такой веры я не нашел в Израиле. Иисус видит перед собой истинную веру, которая связана с одним и тем же непреложным фактом. Когда тебе говорят, ты делаешь. И вот это слово, только так оно входит в жизнь человека. Только так оно начинает делать свое сверхъестественное воздействие, потому что это сверхъестественно для тебя и для меня. Для Бога это естественно. его всемогущество такое, что у него нету ни разницы, ни паузы между словом и усилием. Он не совершает дополнительного условия. Он просто сообщает творению, как оно двигается. И мы, как люди, лишь верой, только верой, способны соприкоснуться с Божьей реальностью. И потом нам надо, чтобы это вошло в нас, растворилось, чтобы мы стали соучастниками, сопричастниками этого Евангелия. Поэтому Иисус увидел перед собой уникальную веру. Уникальную. Человек, который понял, что на этой земле надо быть руками и ногами Христа. Человек, который понял, что когда тебе говорят, иди, ты должен идти. Когда тебе говорят, прийди, ты должен прийти. И когда тебе говорят, делаю, ты должен сделать. Это самое простое и самое сложное, что есть в христианстве. Но через это проявляется Бог, и через это Бог творит. И наши жизни принимают это, и мы можем быть теми, через кого это идет дальше. Поэтому здесь повествование быстро прерывается и говорится, что слуга выздоровел. Если мы откроем у Матфея, давайте откроем эту же историю восьмую главу Матфея. И здесь Матфей как очевидец из 10 стиха. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствие Небесном. А сыны Царства извержены будут восьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, как ты веровал да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Здесь Иисус уже идет дальше и исцеляет тещу Петра. То есть в момент, когда люди еще не противоречили ему, но приносили свою нужду. Пойми, твоя жизнь может начаться, но никогда не должна закончиться только на покрытии твоей нужды. Начинается не от того, что Бог так хочет, а от того, что мы такой практичный народ, который мы к Богу обращаемся только, когда нам что-то надо. Поэтому непонимание Писания, знание вот этой околокультурной среды вокруг Писания не это делает людей взрослыми или детьми. И так называемые практики, кто-то так практикует, не это тоже различает людей по уровню взрослости. Нет. По уровню взрослости христиан отличает только уровень послушания Слова Бога. Потому что ты можешь не иметь прямого Слова Бога для своей жизни, но ты будешь вгрызаться в Писание и начнешь его практиковать. Ты просто не сможешь жить по-другому. И внутри этого Бог скажет, что делать конкретно. Это всегда так. Почему? Потому что люди, которые даже не заинтересованы, просто не тратят время. Бог самый практичный в этой вселенной. Он ее создал. Если кто-то и был практикующий, это он. И он не тратит это время. Вот тут у нас знаменитая притча, которую Иисус повторяет о винограднике. Ее пишут в разных Евангелиях. Эта притча прекрасно знакома была евреям. Это Исаия 5 глава. Тем более, что он ее написал перед 6 главой, где описал свое призвание. И поэтому это достаточно заметный момент даже в самой книге Исаии. И он там пишет, что рассудите меня с виноградником моим, чтобы я не сделал для него, что должен был. И он там описывает, я там и забор поставил, и башню поставил, и виноград насадил. И написано, и вот я пришел собирать урожай, а он кислый. Понимаете, Бог не говорит, вот я еще вино тут, ягоды топтал, все как бы сбраживал, а ничего не получилось. Нет. Бог не завершает процесс. Зачем? Потому что виноград и тут, и там кислый. Ясно, что он пройти не будет. У него нету сахара, у него нету зрелости. Понимаете? Поэтому это духовный принцип. Это не просто я пытаюсь высосать из одной истории, из двух стихов. нету духовный принцип. Дальше с такими людьми Бог не работает. Поэтому, моя жена свидетель, я часто вижу людей в определенных жизненных ситуациях, и я говорю, этот пока вот всегда будет нуждающимся человеком. И они всегда будут болеть. Она говорит, что ты так вообще жестко провели? Я говорю, я так не хочу. Это не то, что я хочу. Но это от того, что сколько я их не вижу, сколько лет я с ними не знаком, у них к обращению к Богу идет только по финансам, по работе, с которой их выгнали, по исцелению себя и своих близких. Бог, наоборот, никогда не решит их проблемы окончательно, чтобы они вообще от Него не потерялись. Это тоже своего рода милость. Ну, если хоть через это ты идешь к Нему, он не будет это решать окончательно. Взрослость, она в том, что ты становишься Сын, через Которого идет откровение. Ибо вся Вселенная ожидает откровения сынов Божьих. Взрослость только в этом, когда через тебя идет Божье откровение в этот мир. А для этого ты должен ни влево, ни вправо от Божьей воли, как бы она абсурдно не казалась окружающим или даже тебе самому. Ты таких примеров найдешь сколько угодно и подошел один пророк к другому и сказал бей меня. А тот не стал его убить. Он сказал, как ты не выполнил Слово Божье, пойдешь отсюда и лев тебя убьет. Олицетворение сатане. Он ему предал сатане, если уж на то с собой говорить. Почему? Потому что он был непослушен волей Бога. Много моментов до абсурда пророк настолько увлечен своими финансовыми интересами, что чтобы говорить с пророком, Писание называет его пророком, не я фантазирую. Бог должен использовать осла. Более того, Бог должен дать ослице некую форму разума, потому что она не просто с ним разговаривает как аватарка. Знаете, мне иногда звонок и там раз фотография. У нас Алексей человек творческий, у него раз и там фотография Алексея. А у кого-то просто имя и все. Нет. Она же ему даже душу изливает. Я же была твоя ослица. и вчера, и третьего дня. Разве я себя плохо вела? Вы подумайте, это неестественно. Бог ей даже некий уровень разума дал, чтобы она с ним разговаривала. Вот, понимаете? Поэтому взрослость именно связана с тем, что ты послушен Слову Бога, и Бог может тебе доверять, и это идет все дальше и все больше. Он может рассчитывать на таких сынов и дочерей. Поэтому Христа поразило, что вокруг столько людей, такие толпы людей собираются каждую, они по субботам собирались и собираются. В один и тот же день, примерно в одно и то же время, славят Бога, прощаются к Нему, учат Его Слово, наизусть у них уровень знания Писания был феноменальный. Евреи сдавали, фарисеи сдавали экзамен, он состоял из двух разделов. Равин зачинывает строки, а ты говоришь, а это там-то, там-то, там-то и там-то. Он тебе говорит, хорошо, и говорит, а теперь вот такое-то место, ты его должен наизусть процитировать. Вот, представь, как бы, но верой слышавших это слово не растворялось. Поэтому Бог, как с народом, перестал с ними четыреста лет общаться. Исчезли ли верующие? Нет. Мы иногда один из уровней детскости или фарисейской окаменелости, мы иногда нас смотрим на всех окружающих, а не верующие. Почему? Элементарно, они же даже к нам, протестантам, не принадлежат. А уж, даже если принадлежат, то вопрос из нашей ли конфессии. А иногда если из нашей конфессии, из нашего ли союза. Да нет, Бог никогда так не смотрит. Давайте откроем тоже Луки, но начало. Вторая глава Луки. Иисус только родился, ему еще только дали, решили дать имя Иисус. Еще Писание его называет Младенец Иисус. И тогда вторая глава Луки 25-й стих с 25-го. Вот они и принесли родителей его в храм. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилев. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего Владыку по слову твоему с миром, ибо видели отче Мое спасение Твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матери удивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии и матери его, «Се лежи сей нападений на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе само оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот представьте, Бог не разговаривает со своим народом, нету ни одного подтвержденного пророка, не добавляются никакие книги, сами лидеры народа без прямого слова от Бога, даже ближе к смерти Христа, Каиафа, который был первосвященник, написано, когда он сказал, «Неужели вы не понимаете, что лучше один умрет, нежели народ?» И написано, это пророчество, потому что он был первосвященником. Он даже сам не понимал, Бог хотел с ними общаться, они были так далеко в своем понимании, в своей практике, что даже когда Бог хотел с ними общаться, им дал слово, они не поняли, что это слово от Бога. Вот. Среди этого народа, раз Христа принесли только в храм, то Иоанну Крестителю полгода, то есть Иоанн Креститель тоже пока вообще ни в чем не участвует, и здесь несколько раз говорится, «Дух Святой был на нем, веден был Духом, предсказан Духом». Личное отношение с Богом, вот что делает человек верующим или неверующим. Этот человек, написано, был муж праведный и благочестивый. Он не стремился к какой-то конкретной самоправедности. Она лишь стала сопутствующей в той жизни, которую он вел по вере. Это просто описывается, что у него было некое свидетельство. Но он всегда искал воли Бога своей жизни и почему. Здесь есть одна маленькая подробность. Многие думают, что я очень образованный или еще что-то. Нет. Я беру эти конкретные какие-то слова, нюансы, только чтобы нарисовать картинку, чтобы вы лучше ее помнили, и тогда эту проповедь вы будете какое-то время помнить. Плюс у вас может появиться какое-то понимание. Здесь синодальный перевод использует слово «владыку». Вы понимаете, что он оттого и называется синодальный, что его одобрен на тот момент правящий синод. Раз. Второе. Его делали Санкт-Петербургская, Московская, Киевская и Казанские семинарии. Плюс там использовались труды ученых, монахов, то есть они тоже в этом участвовали. Вот. То есть это делали люди православные. В православии слово «владыку» относится только к патриарху. Это больше, самое сильное слово, которое указывает на степень главенства. Потому что Новый Завет написан на греческом. Понятно, что старец еврей разговаривал в Иерусалиме, на еврейском, вряд ли он даже на арамейском разговаривал. Потому что эти люди, которые не отходили от храма, прекрасно знали язык Ветхого Завета. В греческом языке слово «Господь» переводит, передает слово «Адонай». Лишь оно обозначает «Господь». В иврите греческий это слово «Адонай, Господь», передает словом «Кюриус», «Господь». В иврите оно сильнее, потому что «Адонай» нельзя сказать во множественном числе. Это исключительное слово, которое говорит только «Господь». Все, оно обозначает «Господь». «Адоний», «Господин» в русском тоже хотя бы в одну букву, но «Господа» и «Господь», «Господин» это все равно чуть-чуть, но разные слова. Вы видите, то же самое. На греческом «Господь» «Кюриус», оно может относиться много к кому. Павел в одном из посланий говорит, ну мы знаем, что богов много и «Господь» много. То есть, почему я обращаю внимание на слово «Владыку»? На греческом это «деспот». Вся греческая культура пронизана отвращением к этому слову. Если кто-то когда-то видел рукописанные портреты, изображения еще не самого Александра Македонского, а его отца Филипп, он одноглазый, шрам от меча, вот он всю свою жизнь положил, чтобы против деспотов и бороться. Они ему глаз и выбили. Он стоял за спиной царя, был один из самых сильных воинов своей страны, на его глазах замочили, зарезали царя и его чуть не убили. Была такая жесткая битва. Он был убит в результате заговора и его сын поднял весь греко-говорящий мир, чтобы сокрушить деспотию. Почему? Свободным людям просто была немыслима такая форма правления. Причем к диктаторским стилям склонялся любой народ. И у греков, и у римлян в разные века и времена были диктаторы. Но диктатор это кто? В русском языке одно коренное слово диктант. Это я тебе говорю, ты делаешь. Все. Здесь твоя воля не играет роли. Деспотичная форма правления она подразумевает, что я могу уничтожить, убить, убрать любого, кто мне перестал приносить пользу. Вспомните. И вышло слово от царя и накрыли лицо Алмана. Это же главное действующее лицо страны. Вообще после царя самый важный человек в государстве, а по объему движений гораздо более важный, чем царь. Царь только повелевает. А у кого администрация, тысячи людей по всем провинциям, связи, деньги, могущество. Кто может сказать царю, давай вот в рамках империи вырежем целый народ, я денег дам. Царю только перестей надо дать. Но одно слово такого человека и накрыли лицом. Даже не стали, знаете, так образно выразились. Все, нету человека. И грекам было ненавистно. Такая форма правления. И этот человек, он понимал, что Бог ждет инициативы. Это неформальность, где тебе сказали, ты сделал. Уже перед этим, перед этим ты должен стремиться сделать что-то для Бога. Поэтому вот таких инициативных людей Бог успевает направлять. Потому что если ты не инициативный, пока тебя раскачаешь, пока тебя направишь, уже все прошло, все проехало мимо тебя. Ты уже просто не можешь попасть в эту ситуацию. То есть у тебя нету связи с Богом. Сейчас с нашими современными возможностями у тебя нету, понятие, пример будет, нету связи с Богом онлайн. И чем дальше ты в записи смотришь, тем меньше Бог через тебя может сделать. Потому что ты не успеваешь, не успеваешь. Ты снова слышишь, тебе надо еще успеть синхронизироваться. Понимаете? И деспотия, она подразумевала форму правления, когда задолго до какого-то события ты должен к нему стремиться. Поэтому этот человек всю свою жизнь был ведом Духом Святым, чтобы в один конкретный день, в один конкретный момент, среди тысячи тысяч людей, которые идут в храм, успеть выхватить одну молодую семью с младенцем, у меня уже второй ребенок, когда они рождаются, они ничем не отличаются друг от друга. Они все одинаковые. Они такие страшные, скомканные, такие красные. Понимаете? Но Бог его мог только взять и привезти на это место. И он успел. Почему? Да потому, что он всю жизнь суетился для Бога. Я вот использую такое слово. Всю жизнь бегал. Понимаете? Он подметки рвал. Он всю жизнь был послушан Богу. Не просто в рамке, что Бог ты скажешь, я сделал. Так неровно. У историков есть одни такие очень серьезные исследования. Так как война народов это не только люди на людей, толпа на толпы, но это также экономика на экономику, государственный строй на государственной строй. Самый серьезный козырь, который видят в войне серьезные историки, это то, что Сталин создал деспотию, а Гитлер лишь был диктатором. Поэтому он и его окружение к концу жизни, к концу войны выдохлись. Они не могли ничего придумать. А вокруг Сталина стояли десятки полководцев, которые выжили только потому, что они придумали что-то. И поэтому они создали такую совершенную машину, что смогли сокрушить врага в этой войне и победить. И поэтому для греческого языка это очень нестандартное слово. Если избавить его от негативного оттенка, оно всего лишь обозначает, что среди различных форм власти Бог любит тех, кто инициативен для него. И все. Вот. Поэтому ты можешь, как эти четверо прокаженных, совмещать, что тебе надо лишь решить свою нужду. Тебе надо всего лишь, а если еще и подняться с этого получится, так вообще замечать. Но точно так же ты можешь изменить свое мнение. Ты можешь быть человеком, который отказывается верить, и здесь не какая-то страшилка, что-то обязательно исчезнешь. не обязательно. Самое страшное, что может произойти с людьми неверие, Бог их оставит в покое, и они умрут в своей неверии. Вот это самое страшное. Или же ты можешь быть человеком веры, который стремится получать слово. Не только его выполняет, когда получит, но заранее твоя жизнь начинает синхронизироваться. Ты начинаешь превращаться вот из этого человека, который бы хотел бы, да не мог. Вот и светильничек есть, и сосуд, но не подсуетился. Нужда. Нужда. Нет. Ты можешь быть человеком, который не просто решит свою нужду, который будет иметь такое свидетельство, что будут говорить издалека, да вот к нему идите. Понимаете? не хватает своего, идите, он тебе подскажет. Вот. Нельзя застывать в одной форме. Нельзя только лишь решив свою нужду согласиться на малое. Что вот у меня нужда, а теперь бы еще чуть-чуть процветания, вот эта доктрина процветания. Да это все равно это мелочи. Это не играет роли. Почему? В вечности это не играет роли. Никакой. Ну что ты с собой несешь что-ли на что-то. Вот. Именно твоя хронизация позволит тебе видеть. Потому что мы называем людей пророками и это истинно так, да и они. Вот другая ситуация. Стоит пророк и слуга и один видит только врагов. А другой на врагов вообще внимания не обращает. У них как это говорится когнитивный диссонанс. То есть они вообще не въезжают друг в друга. Вот как вот у одного дикий ужас, что все допрыгались прогневали, убьют. А другой вообще ну не то, что на порядок ниже ужас, а вообще нету ужаса. Он даже не ворочит голову. Он знает, что Бог этих привел людей продемонстрировать свою меж. И он уже устал этого слухи Господи открой ему глаза. Пусть вы хоть увидим. Вот вы поймите можно видеть не видеть. Для тебя нельзя понимать жизнь людей веры. Почему? Так они идут в другой реальности. В единстве. Которая неизменна. Которая осуществляется. С нами или без нас? Бог любого может. Бог может прославленного воина двухметрового царя заменить на вонючего пастушка которого к столу не позвали. Ну дорогие гости во-первых там овец надо пасти пока он помоется пока переоденется но неужели его в таком виде к столу не пускать. Понимаете у Бога это быстро если надо. Но ты можешь перейти вот эту категорию людей которые видят невидимое и осуществляют всегда две стороны осуществляют являя волю Бога являя славу Бога в этом мире являясь этим избранным орудием в Божьих руках. Уже насколько большую роль тебе Бог даст это его воля но вот этим плодыкой он должен стать тебе до этого. Аминь. тихо 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 Продолжение следует...